Я приветствую всех, кто смотрит это видео. Оно будет посвящено теме доработки ножен для ножа марки ПП Кизляр модели РУС. Трудность возникла сразу после покупки. Хочется куда-то пристроить огниво. Как можете видеть, на моем старом ноже оно крепится на карабин. При таком ношении просто укладывалось в карман или свободно болталось на веревочке. Но все эти варианты были не совсем удобны. Увидев в интернете, как люди делают себе ножны из кожи и подготавливают место под огниво, я задумался над тем, чтобы каким-то образом модернизировать свои ножны, без изготовления новых. Так выстроились некоторые технические задачи. Первое. Оставить ножны в стоковом виде, без сверления дополнительных отверстий, пропилов и прочего. Конструкция должна быть максимально простой. Должна быть возможность снятия крепления. Легкая повторяемость конструкции. Примерно такие правила я выстроил для себя и начал думать, как это реализовать. Сразу же обратил внимание на эти штатные отверстия, на самих ножнах и решил отталкиваться от них. Поскольку у меня имеется 3D принтер, безоговорочно он будет главным участником в моем мини-проекте. Да и в каждом городе уже имеются энтузиасты или целые компании, предоставляющие доступ к 3D печати. Огниво, для которого мы все это будем делать, куплено в том же магазине, что и сам нож. Магазин имеется во многих городах. Называть я его не буду, но начинается он на К, а заканчивается на ИЖ. Снял все размеры, сделал пару набросков на бумаге и приступил к моделированию. Форма, которая находилась в моей голове, была не сложная, поэтому выбрал Тинкеркат, как платформу для быстрого наброска модели. Спустя 5 печатей, по 4 часа и 4 модели, которые я дорабатывал, получаем пятую версию крепежа. Она соответствует всем нашим задачам, удерживает очень крепко огниво, крепится на штатные места двумя винтами с потаем М5 и гайками под них. Все садится довольно плотно, но для максимальной надежности и чтобы ничего не цеплялось, дополнительно я обжал эту термоусадкой, которую нашел у себя. И получается вот такая простая, но очень удобная конструкция. Печатал модель старым пластиком PG от компании Sainteche Lab. Дополнительные настройки можете найти в моем проекте на Thingiverse, он будет в описании. Если вас заинтересовало и вы хотите опробовать эту доработку, то просто скачайте, распечатайте и пользуйтесь. Или обратитесь к владельцам 3D принтера, буду рад вашим отзывам. Если данное видео вам понравилось, оцените его, задавайте вопросы, если что-то непонятно. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok